В эфире программа «Город сегодня». Здравствуйте! Люди, которые занимаются благотворительностью от чистого сердца, не ждут благодарности. Но оставить их без признания общества было бы несправедливо. Именно поэтому в Казахстане ежегодно вручается премия «Алтын-Журек» тем золотым сердцам, которые не могут пройти мимо чужой беды и боли. Среди награжденных в этом году есть актюбинцы. С 2007 года уже в 11-й раз организаторы проекта «Алтын-Журек» собирают в Алматы номинантов престижной премии. Церемония, которая проходила в Театре оперы и балета имени Абая, была очень торжественной. Помимо поздравлений от учредителей премии Общественного фонда «Бауэржан», выступали звезды казахстанской эстрады. Количество участников проекта «Алтын-Журек» постоянно растет. В этом году было собрано рекордное количество заявок – 455. Благотворители строят и ремонтируют школы, больницы, детские площадки. С помощью неравнодушных людей спасено 3000 жизней больных детей. Премия традиционно вручается в 11 номинациях, среди которых «Организация года», «Меценат года», «Благотворитель года», а также за поддержку образования, за заботу об инвалидах, о сиротах, о ветеранах и так далее. В этом году среди претендентов на награду оказались волонтеры клуба «28 петель» из Актубе и Гульбаршин Султанова – участница общественной группы «Актубе онлайн» и поисковой группы «Осаровцы». Она стала номинантом премии «Благотворитель года», а клуб «28 петель» – лауреатом в номинации «Вклад в здравоохранение». Сейчас движение «28 петель» охватило уже 15 городов. Студенты, домохозяйки и прочие добровольцы вяжут шерстяные носочки и шапочки для недоношенных детей и передают их в родильные дома. Сегодня мы пригласили в нашу студию Гульбаршин Султанову, номинанта премии «Благотворитель года». Гульбаршин, добрый день, рады приветствовать вас в нашей студии. Присаживайтесь, пожалуйста. Расскажите нам о том, как проходила премия, и как вы, собственно говоря, узнали о том, что вы номинант такой очень значимой номинации. Добрый день еще раз. Вообще «Алтанжирек» прошло на высшем уровне. Там были многие звезды нашего Казахстана. Был Аким города Алматы. Были представители таких больших достижений, то есть меценаты, бизнесмены. И в эту вот тройку попала и я. А вы как узнали? Это давно было? Неожиданно? Да, для меня это было неожиданно, потому что я вообще не знала о существовании такой номинации. Это на Среднюю Азию. И когда мне позвонили, они меня как бы нашли в соцсетях и предложили участвовать в этой номинации. Вообще организаторы говорят о том, что они сами находят претендентов, претендентов, потом пишут, находят, звонят и приглашают. Вот так оно и было. Мне позвонили и сказали, вот, Гульбаршин, мы смотрим ваши соцсети, Facebook, Instagram, и вы занимаетесь благотворительностью. Есть ли у вас благотворительный фонд? Первый был вопрос. Я сказала нет. Вы бизнесмен или меценат? Я сказала нет. Просто я человек, который... Неравнодушный человек. Неравнодушный и безвозмездно это делаю. Это делаю искренне, не о душе. Ну, мы действительно видим в Инстаграме, ВКонтакте, везде, где есть ваш аккаунт. Вы участвуете буквально во всех акциях и везде, где люди обращаются за помощью. А как вас находят те, кому нужна поддержка? Раньше, это когда я начинала вообще, вот это идёт вообще с семьи же. Я видела, как мои родители, как мой папа, мама это всё делали, братья, сёстры. А затем уже я как бы, оно приходило само. Если я вижу, я хочу как-то вложить лепту и помочь, поддержать этого человека. Затем, когда я уже стала выгладывать соцсети, эти люди уже начали сами меня находить, звонить и обращаться. Ну, там, больной ребёнок. И я поддерживала их в этом. А какую помощь вы можете оказать? Вот что вам приходилось непосредственно делать? Обращались люди, которые дети ДЦП. Я организовывала благотворительные вечера. Я вовлекала людей, вовлекала бизнесмена, вовлекала таких же людей, как я же сама, с добрым сердцем, которые хотели бы поддержать и помочь. То есть неравнодушных людей. И мы вот организовывали вот такие вот вечера, собирали сбор денег, отправляли на лечение. И на лечение отправляли, насколько я знаю, продукты привозили, многодетным семьям, да? Обязательно, да. Есть семьи, которые вот непосредственно, я уже с ними 2-3 года, которые вот, я их поддерживаю также продуктами, вещами, одеждой, лечением, стоматологией, вот какие-то лекарства. Я просто иду к этим людям, которые есть свои предприятия, и прошу помощи, поддержку вот такой у нас семье, вот малоимущей. Ну одно дело просто прийти и посочувствовать, и совершенно другое это найти средства на то, чтобы купить те же продукты, памперсы, какие-то коляски и так далее. Вот кто вам помогает и вообще охотно ли идут люди на такую помощь? Очень много у нас добродушных людей. И слышат меня, самое главное слышат, когда я к ним подхожу, прошу их поддержки, мне не отказывают, так как-то получается. И всегда, всегда мне во всем поддерживают. Ну кроме того, вы еще участвуете и в марафонах, да? Да. В этом году это тоже было? Это было в этом году. Это, наверное, опять-таки мой внутренний мир. Я этого хочу делать, я выбираю сама. Поэтому я участвовала и в вертикальном забеге, и на марафоне участвовала. Я стараюсь везде быть, все, что происходит у нас в городе, для меня это интересно. Во-первых, я пример же своему сыну, что добро, хорошее. Когда я в чем-то сама участвую, ребенок мой это видит, в первую очередь. И я хочу, чтобы тоже другие так же видели и старались идти вперед. То есть вы хотите своим примером заразить других родителей, чтобы они понимали, что это важно для воспитания детей? Обязательно, обязательно. Все, что видит во мне мой сын, он это использует в том другом городе, где он сейчас находится. И он тоже идет где-то, участвует. Потому что я ему даю стимул, наверное, мотивирую. Вы получили диплом, но все-таки главную премию, статуэтку получил предприниматель, владелец крестьянского хозяйства из Алматинской области. Но он построил больше 50 домов в своем селе. Конечно, конкуренция очень большая. А вот что-то общее есть у вас, у людей разного уровня жизни, но тем не менее, вот все вы благотворители. Что у вас общего? Общего у нас, наверное, что это душа, сердце, милосердие, добро. Это такие же люди, хоть они и имеют свое хозяйство, бизнес, они меценаты, но они дарят это добро, делают это, создают вокруг себя. Именно благодаря вам социальные сети воспринимаются как положительный момент, да, потому что сейчас многие говорят об отрицательном влиянии интернета и социальных сетей. Но вот вы даете такой положительный пример использования групп, каких-то пабликов в социальных сетях. Вот как ваша работа строится в этом отношении? Вы собираетесь вне интернета, скажем так, в онлайне, а не в офлайне? Нет, мы собираемся, вот группа Асаровцы, Ахцуби онлайн, это же все же идет оттуда, оно же идет, и мы собираемся даже за пределы вот этого, вот как вы говорите, онлайн, офлайн, да, мы собираемся. А что мне это дает? Это, наверное, скорее всего, я это делаю, то, что я хочу, мой выбор, мое решение, я еще раз повторяюсь, то, что я выкладываю, я знаю, что я читаемая, и я читаю также других, и это все видится, и люди звонят, пишут и поддерживают. И хотят делать добро. Но чем больше вы этого делаете, тем больше появляется людей, которые хотят, чтобы им тоже помогли, да? Да. Вот какой-то момент наступает, когда вы чувствуете, что вы устали, больше не можете, или просто не получается у вас оказать кому-то помощь, отказывать приходится? Мне еще не приходилось отказывать, честное слово, пока не приходилось. Я вкладываю, выделяю свое время, это время лично, мое время, помимо моей работы, помимо тем, что я занимаюсь любимым делом, это мое личное время, и из этого времени я беру, именно откладываюсь на это, делать добро, создавать. А как вы считаете, эта премия Алтын-Журек, она важна, и ее следует продолжать и дальше? Но это не было моим стимулом, я не знала об этой премии, и я этим занималась, занимаюсь и буду заниматься, потому что это мой внутренний мир, я хочу это делать, я буду делать. Но тем не менее, мы вам желаем, чтобы все-таки замечали вашу работу, чтобы находились ваши соратники, чтобы они вас поддерживали, и желаю вам успеха во всех ваших будущих проектах. Благодарю. Всего доброго. Всего доброго. Лауреатом премии Алтын-Журек может стать любой человек. Если его работу заметят, расскажут о ней на страницах социальных сетей или в прессе. Организаторы утверждают, что сами находят информацию о добрых людях и приглашают их к участию в конкурсе. А для нас, вашей победы, еще один повод сказать спасибо добрым сердцам и призвать присоединяться к движению благотворительности. Ведь даже малая помощь, которая приходит вовремя, может быть кому-то очень нужна. Всего доброго вам и вашим семьям. Оставайтесь с нашим телеканалом. Субтитры создавал DimaTorzok